Доброе утро! С вами рубрика ЗОЖ и доктор Кузьмина. Все о здоровом и правильном образе жизни и о тех возможностях, которые дает нам природа. Темой сегодняшней беседы является одуванчик лекарственный. Корни одуванчика содержат горечь. Горечь – это средство для возбуждения аппетита. Рефлекторное действие горечи одуванчика реализуется путем раздражения вкусовых рецепторов языка и слизистой оболочки ротовой полости, что ведет к возбуждению пищевого центра, а затем к усилению секреции желудочного сока и пищеварительных желез. Также одуванчик обладает желчегонным свойством. У одуванчика выявлен успокаивающий эффект. Одуванчик содержит гликозиды, которые обеспечивают размножение хондроцитов в хрящевой ткани, что позволяет изменить состояние матрикса хряща. Именно хондроциты синтезируют составляющие матрикса – эластин, коллаген, гликопротеины, протеогликаны и т.д. Благодаря целенаправленной регуляции обмена веществ удалось не только остановить развитие деформации суставов, независимо от стадии заболевания, но и восстановить структуру хрящей. Именно поэтому одуванчик лекарственный широко применяется в профилактике и лечении артрита, артроза, остеохондроза. Кроме того, одуванчик лекарственный обладает антикогулянтными свойствами, что позволяет применять для обеспечения венозного тока крови в качестве тромболитического средства. Применять как лекарственное средство одуванчик можно и при интоксикациях, отравлениях, холецистите, циррозе печени, отеках различного происхождения, низком уровне калия, гастрите с пониженной кислотностью. Не рекомендуется употреблять одуванчик лицам, у которых острое состояние с закупоркой желчных путей, также лицам с язвенными болезнями и гастритами. Передозировка при употреблении одуванчика может вызвать сильную рвоту и диарею. Рекомендации по применению. Взрослым 1 чайную ложку измельченного растительного сырья залить 1 стаканом кипятка, настоять 15 минут, процедить. Принимать по полстакана настоя 2 раза в день во время приема пищи. Продолжительность приема 1 месяц. Можно добавлять по 2 столовых ложки настоя в зеленый чай ежедневно. Пишите нам, задавайте вопросы, и мы обязательно на них ответим. С вами была рубрика ЗОЖ и доктор Кузьмина. До встречи!